Добрый вечер! С вами Валерия Поносова и сегодня в нашем выпуске Оренбурга Культурного мы с вами посетим мероприятия, которые проводятся в рамках Ночи искусств. Вы сможете увидеть искусство нашими глазами и погрузиться в культуру Оренбуржья. Одно из первых мест, которые мы посетили, это библиотека имени Крупской. Здесь одновременно проходит около 10 мероприятий. Мастер-классы, выставки, лекции – это все смогли посетить оренбуржцы. Здесь представлены фрагменты коллекции, которую сделали студенты Оренбургского государственного университета, кафедры дизайна. Это костюмы 16-18 века, боярское облачение, мужское и женское. Ну и частично есть фрагменты низших сословий, естественно, крестьян, женский и крестьянский костюмы, мужской и крестьянский костюм. Мы искали ткани наиболее похожие, хотя бы по внешнему виду. Мы старались, конечно, по фактуре находить похожие ткани, грубые, напоминающие домотканные. Если это было в случае крестьянского костюма, в случае богатого боярского облачения, мы, конечно, использовали более дорогостоящие парчевые ткани, жаккардовое переплетение тканей и бархаты с золотым тиснением. Одна из возможностей не только быть чуть ближе к искусству, но и стать его частью. Мастер-классы, в которых каждый желающий мог принять участие, вооружившись клеем, бумагой и кисточками, создавать что-то новое и необычное. Режется потребительская бумага на полосы и скручивается на спицу. Получается трубочка. Эта трубочка потом красится, обрабатывается специальными пропитками для дерева и потом можно уже приступать к плетению. Изделия все равно, получается, из дерева. Они экологичные, непрочные. Вы можете постучать, это как дерево. То есть они специальными пропитками для дерева покрываются лаком тоже, который идет для дерева. Они прочные, безопасные, экологичные для детей. Музей изобразительных искусств тоже предоставил площадку для ночи искусств. Это история России в полотнах Критяковской галереи. Это музей под открытым небом. Тогда все вышли на улицы и мы можем видеть по всей цветовой гамме картины. Это такие светлые цвета, приподнятые, достаточно яркие. С помощью этого мы можем понять, что художник поддерживал эти революционные события и вот это настроение приподнятое здесь ощущается. На интерактивное занятие по оружию в Губернаторском музее, вероятно, мечтает попасть каждый, узнать об истории и эволюции огнестрельного оружия и увидеть уникальные экземпляры вооружения разных лет от 18 до 20 века. Большая часть, конечно, это вооружение 20 века, огнестрельное, холодное, но есть и более старинные образцы. Есть мортиры 18 века, пушка есть 18 века, есть элемент защиты, так называемая миссюрка. Подобные миссюрки, там, с 14 века распространились в Азии. Легендарная винтовка Мосина, трехлинейка или Мосинка, ее по-разному называют, это действительно легендарное оружие, которое более 60 лет стояло на вооружении в нашей армии. Более того, оно до сих пор стоит, хранится на складах боевого резерва. В 50-е годы ее, вроде бы, сняли с вооружения, но она настолько хорошая и надежная, что и сегодня встречаются случаи ее применения. Точно так же, как и пистолет ТТ, о котором мы ранее говорили. В период Великой Отечественной войны их было сделано огромное количество, причем большая из них часть не была внесена в специальную пулигейзотеку. Соответственно, если оружие не внесено в эту пулигейзотеку, потом не установить, да, из какого бы выстрела совершено. Поэтому в 90-е годы, к сожалению, в нашей стране продавалось все. И в ротовике рисуем такой прямоугольничек маленький. Ну, это очень известная улица для всех любимых горожанами. И хочется на это смотреть снова и снова, на эти все улицы, сюжеты. Я рисовала улицу Советскую. Я очень часто по ней гуляю. На Советской есть очень много музеев тоже. В одном из них мы сейчас находимся. Как-то похолодало на улице, но любовь к искусству греет. Сегодня акция «Ночь искусства» исполняется 10 лет. И следующая наша локация – Театр музыкальной комедии. Ярким завершением «Ночи искусств» в Оренбурге стала открыта репетиция мюзикла «Дама пик» в Театре музыкальной комедии. Каждый смог задать вопросы, но актеры постарались сохранить интригу предстоящей премьеры. Там очень много секретов. И действительно, мне кажется, что пусть это останется тайной, потому что сам по себе спектакль имеет такую какую-то атмосферу загадки. Уверяю вас, что это все у нас. Каждый мюзикл не похож один на другой. Но это абсолютно все другое. И я увидела, что он стоит от этого, пошла только неостостерниться и фразы, повернулась еще раз. Хорошо? Атмосфера накаляется. В связи с спектаклем. Это здорово. Это здорово, потому что зрители ждут, как мне кажется, оренбуржцы ждут этот спектакль. Я так это почувствовал. Может быть, я не прав. Так пусть у них сохранится интрига. Искусство Оренбурга не только живет, оно здесь развивается. И с каждым годом набирает обороты все больше и больше. Я думаю, это заметно по тем спектаклям, которые ставят наши театры. Все театры кукольные и драматические, мускомедии. То, что спектакли идут наряду по уровню со столичными. Наверное, благодаря именно искусству в Оренбурге, Оренбург является одной из самых культурных столиц России. И благодаря мускомедии мы развиваемся, идем впереди планеты всей. Потому что все премьеры, все яркие впечатления мы получаем именно здесь. Я считаю, что в нашем городе есть много достопримечательностей, которые с интересом посетят туристы из соседних областей. Есть что посмотреть, есть чем гордиться. К сожалению, ночь искусств подошла к концу. Но любовь к культуре навсегда останется в наших сердцах. С вами был Оренбург Культурный и я, Валерия Поносова. До встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok